На канале ТВ-сфера время городских новостей. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Республику Крым для участия в торжественных мероприятиях по случаю седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Подробности далее в сюжете. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Спустя два дня в Москве был подписан исторический документ о принятии двух новых субъектов в состав Российской Федерации – Республики Крым и Севастополя. В минувший вторник глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню общекрымского референдума. Семь лет назад мы одержали историческую победу. Мы вступили в новую эпоху своего развития, сохранив историю, культуру, родной язык и традиции. Сегодня в составе великой страны Крым уверенно держит курс на укрепление стабильности и процветание. Донбасс, как и Крым, достойно ответил на попытки украинских неонацистов разорвать исконные связи с Россией. Мы по сей день продолжаем отстаивать свой выбор и горячее стремление вернуться к своим историческим корням. Русский Донбасс обязательно победит. Наша историческая судьба только вместе с Россией. В Совете министра в Республике Крым состоялась церемония награждения. Государственных наград были удостоены члены добровольческого отряда Крым и Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». В честь седьмой годовщины общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией Денис Пушилин возложил цветы к памятникам народному ополчению всех времен и вежливым людям. В четверг, 18 марта, по сложившейся традиции, в честь праздника состоялся автомотопробег по маршруту в Симферополь, Севастополь, гора Гасфорта. На площадке у Сапун-горы колонна из Симферополя объединилась с Севастопольской. Здесь же встретились Денис Пушилин, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Козенко, руководитель мотоклуба «Ночные волки», лидер отделения «Донбасс» мотоклуба «Ночные волки», российская рок-певица Юлия Течерина. Все они приняли участие в посадке саженцев на аллее «Русской весны». Русская весна, она не будет завершена, если в ней не будет Донбасса, понимаете? Она вот, да, великий праздник для нас, для всех, это день особенный. Когда выезжаешь с этих ворот волчьей пасти, то ты видишь вот эту музыку, которая тебя сопровождает, флаги, все. Не забываем впечатления, но ощущение, знаешь, незавершенности. И я надеюсь, что мы дождемся финальной точки, когда мы отпразднуем день «Русской весны» на Донбассе, уже по-настоящему, уже в составе России. Когда в самые сложные моменты государству русскому становится тяжело, русские люди объединяются. Объединяются и становятся надежным щитом, непреодолимым и побеждать. Уважаемые друзья, с праздником! Ура! Каждую пятницу в городском ДК в общественной приемной движении «Донецкая республика» проводит личный прием граждан глава администрации Харциска Виктория Жукова. Сегодня за помощью в решении проблемных ситуаций к ней обратились около 30 харцезян. Одним из первых к главе городадминистрации обратился харцезянин Михаил Иванович, который настоятельно просил, чтобы водоканал взял на свой баланс частную водопроводную сеть. Мужчина ссылался на то, что несколько лет назад такое распоряжение уже было издано. Однако результатов нет по сей день. Виктория Жукова пояснила, в чем тут загвоздка. Они сейчас, я же говорю, пока почему не могут принять. Потому что они пока не под ГП, у них ресурсов нету. Не хватает ресурсов, чтобы все это принять к себе на баланс. Поэтому в этом году должно решиться, что они перейдут под ГП вода Донбасса, и тогда только мы сможем двигаться в направлении, чтобы это передавалось на их баланс. Это я вам говорю, как оно есть. Официальный ответ мы вам подготовим. Одно из обращений касалось учета оплаты коммунальных услуг. Женщина уверяла, что она исправно платит и даже переплачивает. Однако ей пришло уведомление о задолженности. Чтобы предметно разобраться в сложившейся ситуации и провести сверку платежей, заявительницу тут же пригласили в абонентский отдел службы единого заказчика. Сегодня прошел прием в общественной приемной главы республики Дениса Владимировича Пушилина. Приняли более 30 человек. Вопросы разнообразные. В основном это вопросы у ЖКХ. Многие вопросы решались сразу же на месте. Многие вопросы взяты на контроль, разъяснения даны. Все вопросы будем отрабатывать. Сейчас вопросы самые острые стали по поводу ремонта швов, ремонта кровель. Уже сейчас работы начинаются. Погодные условия сейчас ожидаем, чтобы чуть-чуть стало суше, и швы полным объемом, полным масштабом начнем ремонтировать, потому что это бич в нашем городе, к сожалению. Виктория Жукова также отметила, что в общественную приемную нередко обращаются люди с ограниченными физическими возможностями, в связи с чем было принято решение сделать так, чтобы поход на встречу с руководством стал для таких людей хоть немного проще. Для удобства людей с ограниченными возможностями сейчас на общественной приемной установлена на боковом входе кнопка «Звонок», чтобы был доступ к двери дополнительной, установлен пандус. Поэтому стараемся делать все, чтобы было комфортно нашим людям. Продолжит наш информационный выпуск короткая подборка новостей одной строкой. В администрации Харциска 18 марта прошло рабочее совещание Оргкомитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню Донецкой Народной Республики. Определен план работы, распределены обязанности и сроки исполнения. В прививочном кабинете поликлиники Центральной горбольницы Харциска продолжается бесплатная иммунизация от коронавируса вакциной «Гам-Ковид-Вак» торговой марки «Спутник Ви». Школьники ДНР ушли на плановые весенние каникулы. По информации Министерства образования и науки, каникулярный отдых продлится с 22 по 28 марта. Правоохранители призывают водителей быть внимательнее на дорогах. С начала года в ДНР было зарегистрировано 16 ДТП с участием детей. В авариях пострадало 17 несовершеннолетних. Каждый второй был пассажиром. На Харцисском трубном заводе начата подготовка к производству труб различного ассортамента. Согласно данным Минюста ДНР, с начала года отделами ЗАГС Республики были составлены 1651 запись акта о рождении и 949 записей актов о браке. Восстановить наружное освещение в Иловайске. За решение этого вопроса администрация города и соответствующие службы взялись летом 2020 года. Процесс, хоть и не без сложностей, удается двигать в заданном направлении. Например, вчера успешно завершились восстановительные работы на улице Пролетарской и в районе Переходного моста. Глава Иловайска Руслан Дудников в телефонном режиме прокомментировал текущее состояние дел. В течение первого квартала мы сделали улицу Пролетарскую, район Локомотивного депо и район Переходного моста. Работы продолжаются по освещению. Мы в течение этого квартала 4 новых светильника, полностью современных светодиодных, заменили нам в тех светильниках, которые возможно было восстановить. И на сегодняшний день заменили 350 метров питающей линии, воздушно-кабельной, это провод СИП. И установили 16 светильных светодиодными лампами, а также два шкафа управления. Следует отметить, что работы будут продолжаться. На сегодняшний день мы восстановили работу 229 световых точек по городу Иловайску. Сегодня в Харцизском музее открылась передвижная выставка художественной фотографии «Рукотворные святыни», которую подготовил Союз фотохудожников ДНР. Наша съемочная группа воспользовалась возможностью познакомиться с представленными на выставке работами и их авторами. На выставке «Рукотворные святыни» представлены 44 фотографии 42 авторов. Взгляд посетителей вернисажа притягивают прежде всего изображения храмов разных конфессий. И дело тут вовсе не в религии, а в мастерстве фотографа. Авторы – это и ДНР, и Российская Федерация, много членов Союза фотохудожников ДНР, члены Народного фотоклуба «Объектив» города Донецка. Ну и молодые авторы и немолодые, но перспективные, как говорится. Мы надеемся, что наши ряды Союза фотохудожников пополнятся новыми авторами. Начало этой передвижной фотовыставки было положено в 2017 году в Донецком художественном музее «Арт Донбасс». Вначале это была выставка, состоящая из живописных полотен и фотографий. Но так как время меняется, нам очень было приятно, что Союз фотохудожников захотел продолжить идею и показывать удивительные фотографии на православную тему. Очень приятно сегодня в Харциске увидеть работы, которых мы не видели. Мы знаем об этих храмах, где они находятся, но это новый ракурс, новый подход, новое видение, потому что каждый по-своему видит и ощущает то, что у него в душе. Вот даже настроение автора передается на работе. Мы обновили коллекцию фотографий и в данный момент у нас еще больше 20 новых имен фотографов, которые стали с нами сотрудничать в выставочном плане и участвовать в конкурсе за последний год. По убеждению одного из фотохудожников, нельзя заставить снимать святыню. Хорошего снимка в таком случае не получится. Если ты не чувствуешь этого, то не надо это фотографировать. Это потом отразится в собой фотография. Это должно быть настроение, должна быть тяга к этому. Не обязательно должно быть это шикарно, даже технически выполнено. Но вот из-за настроения погоды, в данном случае у меня там снег, тени, небо синее. То есть все равно радость присутствует. Ну а сегодня тем более нам это нужно, как никогда. Геннадий Рендель преподает в Донецкой фотостудии. Учатся у него и харцезяне. Для выставки «Рукотворные святыни» он подготовил одну из своих последних работ. Было вдохновение. Я шел к себе в студию и тогда я сфотографировал. Потому что сейчас же с них исчезает сразу. Поэтому я поймал то, что было в данную секунду, в данный момент. Чтобы поймать момент, фотохудожники практически не расстаются с фотокамерой. Вот и сегодня на открытии выставки в Харцезке было сделано немало снимков. Репортажных, портретных и постановочных. Главный результат, главное, когда посетитель приходит, вот это его ах. И если он остается у одной работы больше, чем на одну секунду, это действительно говорит о том, что выставка получилась и работы трогают душу. Я всегда очень люблю вот это состояние вернисажа, когда мы открываем, когда ты видишь глаза авторов и, скорее всего, ты замечаешь их настроение. Потому что они наблюдают, а что же скажут или как отреагируют на работу, которая представлена на выставке. Поэтому всех авторов с днем рождения и с открытием новой выставки. Харцезяне могут посмотреть на рукотворные святыни, запечатленные на снимках фотохудожников, в течение ближайшего месяца. 21 апреля экспозиция будет отправлена в Горловку. Не упустите возможности приобщиться к прекрасному. Приятных вам выходных и до встречи на канале ТВСФЕРА. 20 марта 1754 года родился Александр Семенович Шишков. Получив домашнюю подготовку, он поступил в морской кадетский корпус, по окончании которого получил предложение остаться в нем преподавателем. В последующие два десятилетия Шишков перемежает педагогическую деятельность с плаванием по морям и участием в сражениях. Попутно Александр Семенович переводит на русские труды по морской практике и составляет треязычный морской словарь. Служебные усердия вкупе с личной храбростью продвигают Шишкова по карьерной лестнице, не обходят видного флотоводца и наградами. Причем орден Александра Невского был ему высочайше пожалован с формулировкой «за примерную любовь к Отечеству». А все потому, что бравый адмирал отметился в сражениях за чистоту русского языка, призывая всячески избавляться от иностранных заимствований, особенно французских. В своей работе «Рассуждение о старом и новом слуге российского языка» Шишков писал, что не все слова можно точно выразить на французском. Как пример привел такие «милое», «гнусное», «чадолюбие», «благоутробие» и «погода». Действительно, нашу погоду по-французски не описать, а пишем по-русски. Днем 20 марта в нашем регионе облачно с прояснениями. Температура воздуха 3-5 градусов, западный ветер 2-4 метра в секунду. Ночью переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха минус 2 градуса, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. Продолжение следует...